Рязань Как удается все это совмещать, расскажет нам директор Семен Гречко. Пройдя путь от буфетчика театра до руководителя, в этом году Семен Борисович отмечает 30 лет своей службы. Здравствуйте, Семен Борисович. Здравствуйте. 30 лет в театре – это не просто солидный срок. Как вообще получилось, что вы оказались на этой службе? И думали ли вы, что вся ваша жизнь будет связана с театром? На самом деле нет, конечно. Я в юности совсем другие были. Мечты, идеи, более романтичный настрой. Вообще моему поколению был свойственен немножко другой подход к жизни. И у меня, например, в классе большая часть парней хотела быть военными. Все поступали в военное училище, все стремились туда. Но так получилось, да, случайно, абсолютно случайно. Хотя я из театральной семьи, абсолютные вот случаи, хотя сейчас вот с возрастом уже кажется, что ничего случайного не бывает. Встретил художественного руководителя театра на тот момент. Он привел меня в театр. И начал я работу вообще простым буфетчиком. В буфете театра драмы. Никогда не думал, что это временно, это вот годик, другой, дальше. Все, уйду, все. Пытался уйти. Параллельно еще работал на других работах. Но в результате остался здесь. Потихоньку подымался по служебной лестнице. Буфетчик, завгар, зам по хозяйственной части, директор-распорядитель, директор. Ну, вот так вот. Ну, и, собственно, наверное, уже не мысли себя без театра. И театр вы, наверное, знаете лучше всех, если вы прошли путь действительно от простого рабочего. За эти годы, за 30 лет вы видели развитие. Было много разного. Что вам к настоящему моменту нравится и что не нравится в театре в целом и в том числе в родном? Очень сложный вопрос на самом деле. Я, конечно, не скажу, что я знаю театр лучше всех. Это однозначно нет. У нас есть работники, которые дольше меня работают и видели больше меня, скажем так. Что нравится, что не нравится. Ну, как директор я всегда должен быть чем-то недоволен. Мне всегда хочется развития, мне всегда хочется каких-то целей, иногда даже таких труднодостижимых. То есть, сделать лучшим театром в стране свой родной театр. Что нравится, нравится, что у нас очень крепкая труппа, действительно очень крепкая труппа. Мне нравится, что нам удалось командой, работой труппы, постановками сделать так, что в России наш театр известен. И куда бы мы ни приезжали, нас знают. Очень приятно, когда приезжаешь, говоришь, мы в России знаем, 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 да, слышали, да, знаем фестиваль, да. Очень приятно. Очень приятно, дорогого стоит. И я считаю, что это большое достижение и меня, и команды, и нашего театра в целом. В таком случае, может быть, сразу нам такой вопрос, чем же наш театр отличается, какие характерные особенности. Конечно, у каждого есть свои, то есть, театр Моссовета узнают сразу по их репертуару, театр еще какой-нибудь Ленком тоже сразу узнают. Так чем же отличается наш, какие характерные особенности? Я считаю, что наш театр отличается от других крайним разнообразием постановок, жанровым, названиями, стилями, подходом. Очень сильно отличается от других. И вот то, что я уже сказал, игрой актеров. Да, действительно, вот наши артисты, это очень сильные артисты. Я, правда, горжусь, я всегда, вот, везде говорю, поэтому я считаю, что это наше основное отличие. И то, что спектакли у нас, знаете, мы не боимся экспериментировать, но меня очень радует, что наши спектакли не пошлы, да, не пошлы, не, как вам сказать... Не гонятся за хайпом? Да, 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 вот не гонятся за хайпом, да, очень верно, да. Вот, это мне очень нравится тоже. Тогда задам такой вопрос. Вам наверняка все равно, предпочтение-то все равно есть? Какие больше всего спектакли любите? Есть жанр, может, режиссер любимый уже есть? Есть постановки, которые, конечно, я выделяю для себя, опять же. Вот тут надо чуть-четко понимать, что директор театра — это не художественный руководитель и не театровед, не творческая личность. Это, скорее, такой насмотренный зритель, да, который много-много-много видел. Как, наверное, любой человек, я люблю то, что я понимаю, да, то, что отзывается во мне, то, что не сделано, вот, как вы сказали, хайп, да, то есть вот хайп ради хайпа. Я не буду называть названия, сразу вам скажу, но я скажу, что у нас есть мои любимые постановки, это очень достаточно крепкие и в то же время неожиданные с точки зрения театра и искусства, со своей тоже вот пластикой. Иногда, на первый взгляд, чересчур какая-то вычерченная такая история, но я их люблю. Ну, честно сказать, я люблю все спектакли наши. Какие-то, да, я понимаю, что всегда есть элементы неудачи. Трудно угадать на этапе прочтения пьесы, на этапе разговора с режиссером, на всех этапах очень сложно угадать, какой будет результат. Бывают неудачи, безусловно, но я считаю, что большая часть спектакля у нас удачная. Как к насмотренному зрителю тогда вопрос, сколько за свою жизнь вы вообще посмотрели спектаклей? Ну, за жизнь я вообще не скажу, но, скажем так, давайте по-другому пойдем. Где-то 5-7 спектаклей в год, 30 лет, ну, как минимум, наверное, 200 спектаклей вот родного театра и сколько чужих, не знаю. Ну, я думаю, что где-то, может быть, 400-500, ну, не знаю, много, очень много, несколько сотен. Бывает ли у вас такое? Наверняка за 30 лет даже в семье бывает по-разному, а уж тем более на работе. Что крылья, которые, вот, очевидно, вас вдохновляют, все равно опускались и бывали моменты сложные, когда хотелось бросить или не было такого? Мне кажется, у каждого человека в работе бывает ситуация, когда ручки опускаются, да, то есть это человеческое, наверное, существо так вот устроено, когда устаешь, когда какие-то неудачи. Припомнить что-то конкретное, ну, вы же знаете, что мы чаще помним, конечно, хорошее, чем плохое. Стараемся плохое сразу исключить из своей головы. Бывают, бывают неудачные спектакли, а ты же дал от них удачи, скажем так, да. У меня такое было не раз, когда, это сейчас у нас художественный руководитель, да, и Борис Борисович сам читает пьесы, отсматривает, выбирает и так далее, подбирает афишу. А раньше этим занимался я. И бывает так, что ты читаешь пьесу, и тебе кажется, ну, просто, ну, просто, вот, 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 будет такой спектакль, да, ну, просто, вот, огонь, вот, огонь, прям, люди будут, вот, прям, вот, вот, полный зал. Выпуск, приходишь на прогон, я всегда подсматриваю репетиции, ну, прогон, понятно, уже собранная, да, вещь, и ты понимаешь, что неудача. Вот неудача, и даже если зритель приходит, зритель, конечно, у нас основной, так сказать, оценщик нашей работы, но в Рязани благодарный зритель, очень благодарный зритель, и очень театральный зритель, который приходит. Да, он будет высказывать, что спектакль не удался, но приходить будет. Ну, ты сам смотришь и понимаешь, что вот, и ты выходишь и думаешь, ну, вот, 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 как, как, и ручки опускаются, да, вот, вот, прям, думаешь, да, вот, крылья складываются, думаешь, вот, ну, да, да, бывает такое. Ну, не только со спектаклями, конечно, есть еще хозяйственная деятельность, есть еще, в общем, много всего аспектов. Тут самый ремонт, который недавно завершился. Ой, да, ремонт, который недавно завершился. Пережили и ремонт как директора, это дорогого история. Ремонт пережили, ремонт продолжается в других частях театра. Сейчас вот замена оборудования, которое тоже, конечно, даже не конечно, а прямо очень важна для нас, очень важна. И тут вот действительно спасибо и родному правительству рязанскому, и министерству, что выделили деньги, и федеральные деньги в том числе, и прямо, вот, вот, действительно, без всякого там подхалимства и заискивания уже нужно было. Прямо вот уже крайне нужно. Работаем, 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 работаем. Немаловажный аспект, это спектакль, который мы видим на сцене, это лишь вершина айсберга, работа театра, это незримая часть в том числе, как раз которой занимаетесь вы, зрители уже видят лишь окончательный результат. Так в чем же секрет успешного руководителя? Спустя 30 лет службы в театре вы можете, наверное, какую-то формулу выделить. Ну, тут формулу, вы знаете, тут есть много разных мыслей на эту тему, мы с коллегами часто обсуждаем это, да, то есть вот с директорами, особенно когда собираемся. Мне очень нравится, один из выдающихся на сегодняшний день театральных директоров, это Крок Тирилл Игоревич, и он высказывает такую мысль, что задача директора не мешать, а помогать творчеству, да, и вот, наверное, для директора театра очень важно понимать, где ты мешаешь, а где ты помогаешь, очень четко понимать свою роль в этом процессе, да, часто так бывает, что директора театров тоже впадают в историю, что они творцы, и это начинаются проблемы в театре, да, вот главное не впасть в эту историю. А так, мне кажется, как и любой руководитель любой организации, да, то есть важно, команда важна, важно находить, быстро принимать решения, особенно сейчас, в такие времена, что уже раздумывать некогда, будем честными, да, важно быть где-то гибким, где-то показывать, какой у тебя хребет жесткий, как любой руководитель, мне кажется. Ну и такой вопрос, куда сейчас держите путь? Мы все можем гордиться нашим театром драмы, и очевидно, что уровень очень высокий, московские критики это отмечают, которые приезжают на разные мероприятия, фестивали. Куда сейчас держите путь? Какое развитие сегодня у театра драмы и перспективы ближайшие? Ну, тоже очень много направлений на самом деле. Если говорить о направлении, которые вот непосредственно я как бы веду, да, мы сейчас и вводим новые формы у себя управления театром. Конечно, и нас коснулась цифровизация, и нас коснулись какие-то современные такие веяния, по-другому формируем сейчас команду, по-другому сейчас начали заниматься какой-то проектной деятельностью. И в результате я очень надеюсь, очень верю в то, что мы останемся классическим театром, классическим театром драмы, но при этом очень современным внутри, очень богатым на какие-то новости, на какие-то новые спектакли и узнаваемым. Есть всегда большая опасность стать серым, неузнаваемым. Быть одним из тысячи театров нашей страны хочется быть ярким. Поэтому вперед, быть ярким. И светить дальше. В таком случае мы желаем вам еще долгих счастливых лет службы в нашем театре, который на настоящий момент является яркой звездочкой в культурной жизни не только города, но и страны. Спасибо вам за то, что уделили нам время. И до новых встреч. Спасибо вам огромное. И у нас вот примера. Три сестры 20 октября. Всех ждем. Всех-всех ждем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова